Добрый день, уважаемые члены правительства, уважаемые коллеги. Начинаем нашу работу в рамках заседания правительства, открытого вопроса. Прежде чем перейти к повестке открытых тем, хотел бы представить на должность представителя комитета лесного хозяйства Московской области, в области Овцинова Владислава Георгиевича. Владислав Георгиевич имеет опыт работы на региональном уровне, в том числе в Подмосковье. До недавнего времени возглавлял Центральное лесохозяйственное объединение Московской области, знаком с проблемами наших лесов и, самое главное, понимает приоритеты в этом очень важном мероприятии. Прошу вас, Владислав Георгиевич, продолжить реализацию тех планов, которые мы активно ведем, и дать полное представление о работе в 2015 году, Александр Анатольевич, в части санитарных рубок, в части лесовосстановления. Каждый житель Подмосковья имеет право знать, где и что будет происходить в активный период санитарных рубок и того большого объема лесовосстановления, о котором мы часто говорим. Прошу средства массовой информации, Наталья Сергеевна, ваш блог также это активно освещает. Вторая тема, о которой я хотел бы еще раз проговорить и сделать акцент на ее актуальность, это тема оптимизации. Оптимизация всех процессов, которые происходят на государственном, региональном, муниципальном уровне. Об оптимизации численности. Эту работу мы начали. Еще раз обращаю внимание, что мы обязательно должны ее завершить грамотно, системно, вдумчиво, но вместе с тем оптимизация по всем направлениям будет обеспечена. Прошу коллеги и на региональном уровне, в рамках регионального правительства, муниципальные ветви власти обратить на это внимание. Соответственно, задача обеспечить 10% оптимизацию, как принято говорить, личного состава. Розданы специальные формы для того, чтобы убедиться, все те, кто востребован, все те, кто работает, эффективен, должны продолжить заниматься государственной службой, более того, иметь стабильный, хороший доход. Но лишних начальников, лишних чиновников мы себе позволить не можем. Ни на региональном, ни на муниципальном уровне мы этого не допустим. Начну с себя, точнее уже начал, и администрация губернатора, и мои личные помощники, соответственно, штатная численность будет сокращена. Обращаю на это внимание. Также я поручаю Министерству финансов обеспечить 10% сокращение фонда оплаты труда и сэкономленный практически миллиард рублей направить на те объекты, которые до сих пор являются, которые находятся в удручающем состоянии, которые находятся в ужасном состоянии. До сих пор объекты социального назначения, в основном это кафедра Ольги Сергеевны Забраловой, это здравоохранение, образование и спорт, культура. Вот все сэкономленные деньги порядка одного миллиарда, я прошу Ольга Сергеевна, Эльдар Нуронович, по госпрограмме еще раз посмотреть и направить на восстановление, на ремонт того, что не ремонтировалось в принципе никогда в жизни. На прошлой неделе жители прислали мне фотографии поликлиники номер 2 в городе Балашиха. Без слез не взглянешь. О каких дворцах, о каких прожектах мы можем говорить, о каких избыточных затратах, если до сих пор существуют такие поликлиники. Поэтому я прошу вас, Нина Владимировна, особенно по вашему блоку, там, где вы видите вот это недоразумение, я так мягко скажу, мы должны его устранить в 2015 году. Строительный блок, Герман Вячеславович, ясно, что нужна подготовка, но везде, где приходят люди и видят этот ужас, должна быть информация о том, что ведется проектирование и будет отреставрирована или будет реконструкция того или иного социального учреждения. Мы просто не можем это игнорировать. Нам нужны источники, Антон Олегович, я к министру финансов обращаюсь. И эти источники мы найдем. И если нужно будет поджаться, если нужно будет занять такой, знаете, рациональный подход, это наш подход. Я также обращаю внимание, Игорь Юрьевич, на Московскую областную думу, счетную палату. Не время сейчас шоковать. Вы слышали на прошлой неделе из заявления президента и правительства Российской Федерации. То есть сейчас все ресурсы должны быть мобилизованы на решение приоритетных задач, которые стоят перед руководством, перед нами. Поэтому да, люди должны получать те, которые работают. Обязательно мы дорожим лучшими нашими сотрудниками. Ни в коем случае не отпустим их никуда. Но при этом лишних начальников, лишних чиновников нам не нужно. Это всегда сложная работа, я, коллеги, предупреждаю. И вы это прекрасно понимаете. Но мы это сделаем. Точнее, мы это уже делаем. Также, обращая внимание, социального блока, у нас большая программа по строительству детских садов, школ. Строятся перинатальные центры, фельдшеско-акушерские пункты. Продолжить набор лучших специалистов. Часть из них освобождается в Москве. Часть подготовленных молодых профессионалов готовы приехать из других регионов. Подмосковье. Эта программа у нас неплохо реализуется, благодаря, в том числе, активному участию глав. Там, где главы предоставляют условия, там работают достойные, профессиональные люди. И приводят за собой себе подобных. Вот эту работу я прошу сохранить в этот темп. А все, что касается градсовета, обращайте внимание на обеспечение жильем кадров. Потому что наши великие и большие стройки, или маленькие стройки, как угодно, они нуждаются в людях. И если мы научимся готовить и привлекать кадры, то, соответственно, и качество жизни, и те изменения, о которых мы говорим, будут понятны каждому жителю.